Доброе утро всем! Давайте напрямую перейдем к практике. Доброе утро! Позвольте осознавание опуститься в тело. Начните осознавать ощущения по всему телу. И используйте выдох для того, чтобы отпускать и расслаблять любые зажатости и напряженности, которые присутствуют в любой части тела. Продолжение следует... Направьте осознавание на область лица. Смягчая и расслабляя все мышцы лица. И таким образом позволяя всему телу полностью расслабиться. И в то же время держите спину выпрямленной. Продолжение следует... Продолжение следует... Позвольте дыхание успокоиться в его естественном ритме. Не пытаясь дыхание никоим образом контролировать или регулировать. Продолжение следует... 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 И с каждым выдохом отпуская все любые мысли, что могли возникнуть, с радостью их высвобождая. И позвольте ему успокоиться в настоящем мгновении, сосредотачиваясь на связанных с дыханием ощущениях по всему телу. Продолжение следует... Пусть теперь глаза будут хотя бы частично приоткрыты. Пусть взгляд ваш покоится в пространстве перед вами. Глаза будут мягкими и расслаблены. А затем отпустите все видимости. И позвольте уму успокоиться. Рестинг в переживании самого осознавания. Осознавая осознавание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Эффективна ли эта стратегия? Приближаемся ли мы хоть сколько-то к обретению порвенного счастья и преодолению страданий? Насколько бы усердно мы не пытались манипулировать вещами вокруг себя и их контролировать, мы все равно, кажется, встречаемся со страданиями. И все равно продолжаем гнаться за этим ускользающим счастьем. Попросту увязая в цикле надежды и страха. Надеясь на приятные переживания, боясь переживаний неприятных, беспокоясь по поводу них. И если мы не получаем желаемого, то часто ощущаем фрустрацию. Но даже если и получаем желаемое, никогда не оказываемся полностью удовлетворены. И попросту, в конечном итоге, страстно желаем еще большего. Когда вещи не соответствуют нашим ожиданиям, мы попросту, в конечном итоге, переживаем сильную неудовлетворенность. Каково уже решение? Каково уже решение? С точки зрения буддизма, мы попросту ищем не там, где нужно. Что бы получилось, если бы мы обратили внимание к собственному уму? Что бы получилось, если бы мы стали взращивать большее пометование? Если бы развивали в большей степени спокойный, ясный и сосредоточенный ум. И что бы получилось, если бы мы ослабляли в большей степени эмоции? И что бы получилось, если бы мы ослабляли в большей степени эмоции? Это свое умственное обращение, гнев, ненависть, страстное желание, зависть. И что бы получилось, если бы нам удалось начать видеть двери? Не проецируйте вещи яснее и точнее. Не проецируйте вещи яснее и точнее. Не проецируйте вещи, которые мы воспринимаем. Спасибо. 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 И что бы получилось, если бы мы начали взорвать любитом-набежность и Что бы получилось, если бы мы начали взращивать любящую доброту и сострадание по отношению к себе и другим? И вместо того, чтобы реагировать на все в силу своих застарелых привычек, мы могли начать откликаться на все в ключе, в большей степени благоприятствующем нашему собственному счастью и счастью других? Субтитры создавал DimaTorzok И вместо того, чтобы воспринимать затруднительные ситуации, как проблемы или препятствия, мы могли бы увидеть в них возможности для роста и развития. Давайте установим благотворную мотивацию. Мотивацию, которая желает отыскать практические методы Преодолеть наши умственные омрачения и страдания И отыскать подлинное счастье и благобутие Причем не только для себя, но и для того, чтобы мы смогли быть более полезным для людей, Причем не только для себя, но и для того, чтобы мы смогли принести больше пользы, больше блага тем, кто нас окружает. Принято. 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 Расслужение. Коль. И в завершение весь этот ретрит мы можем посвятить цели взращивания этого спокойного, ясного и сосредоточенного ума, чтобы нам удалось достичь прозрения относительно природы реальности, чтобы мы смогли постичь природу своего собственного ума, чтобы мы смогли преодолеть умственные обращения и страдания и отыскать подлинное счастье, а посему принести больше пользы тем, кто нас окружает. Закончить мы можем, читая вместе молитву посвящения Шантиделла. Пусть силы моей заслуги, существа всех сторон света, страдающие умом и телом, обретут океан счастья и радости. Пусть ни одно живое существо не страдает, не совершает зла и никогда не болеет. Пусть никто не боится и не будет принижен с умом охваченным унынием. Пусть лепцы узрят формы, а глухие услышат звуки. Пусть течи тела, издавленные тяжелым трудом, воспрянут, обретя передышку. Пусть с ногой получат одежду, голодных пищу, мучимые жажды, воду и вкусные напитки. Пусть бедные обретут богатство, оскорбящие радость. Пусть обретающиеся обретут надежду, постоянное счастье и процветание. Пусть будут своевременные дожди и изобильные урожаи. Пусть все лекарства будут действенны, а благотворные молитвы приносят плоды. Пусть те, кто болен и страдает от недугов, быстро освободятся от своих болезней. Пусть ни одна из болезней в мире вновь не возникает. Пусть испуганные обретут бесстрашие. Пусть скованные освободятся. Пусть немощные обретут силу. И пусть люди думают, как помочь друг другу. Пока существует пространство, пока живые живут. Пускай не руши, но пребудут страдания рассеивать тьму. Аминь. 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 Мы перейдем час за swore к вечным помещением и дошли в 9 часов. Прервёмся на завтрак и вернёмся в 9 часов. Имеется безмолвие теперь конец, так что радостно трепитесь там. Радуйтесь своему завтраку и вернёмся в 9 утра.